На обнаруженных жестких дисках находится информация с камер видеонаблюдения, которая позволяет восстановить некоторые детали террористического акта. Прояснить события этого дня позволяют и записи, сделанные нашими сотрудниками на свои телефоны. Все это мы предлагаем вашему вниманию. Начало этой ситуации. Камера внешнего наблюдения возле центрального входа. Сейчас мы видим, как нападавшие поджигатели заходят внутрь телеканала. Это вестибюль. Вот нападавшие заходят внутрь. Используют противоохранный кислотный огнетушитель, таким образом подавляя сопротивление. Первый этаж, коридор по направлению к входу в кабинет директора. Вот сотрудники телеканала увидели нападавших. Пытаются понять ситуацию. Против них используют огнетушитель. Все очень сильно задымлено. Это дезориентирует. Четверо нападавших ходят в кадр. У них у всех маски. И они сеют панику, крича «Пожар! Спасайтесь!». В верхний левый угол мы видим, как трое нападавших, которые позже будут блокировать центральный вход, заходят внутрь. Центральный холл. Нападавшие сейчас выталкивают сотрудника телекомпании, сотрудницу телекомпании на улице. Все сильно задымлено. Это дезориентирует. Опять кабинет директора. Вот противоохранника использует огнетушитель. Дышать там практически нечем. Центральный вход. Вы видите людей, которые держат дверь. А это подход группы прикрытия, так называемой группы демонстрантов. Их задача состояла в отвлечении внимания от действий поджигателей. Действий второй группы, которая первая проникла на территорию телекомпании. Вы видите два черных джипа. Это автомобили представителей топ-менеджмента компании. Вот рядом водитель, который надышался газом, но все же сумел выйти и перепарковать автомобили, чтобы их не разбили. В это же время группа прикрытия, так называемая группа демонстрантов, начинает разворачивать транспаранты. Вот здесь вы видите, как нападавшие, которые блокируют двери, запускают своих подельников. И в то же время не дают пройти охраннику телеканала, который пытается деблокировать вход, чтобы вывезти людей. Вот тут сотрудницу выталкивают из помещения. Активно нападавшие используют баллончик. Вот как вы видите, газовый баллон. И закрывают вход. Закрывают и держат. Первый этаж. Кабинет директора. Дышать практически нечем. Сотрудники дезориентированы. В это время один из сотрудников, вот он сейчас убежал, получает приказ идти наверх и организовывать эвакуацию людей. Вот он побежал выводить сотрудников на крышу и на балкон, где чистый воздух и как-то можно дышать. Сильная задымленность. Нападавшие периодически вот просто добавляли из огнетушителей, бросали дымовые шашки. Вы видите, как сотрудники просто набрасывают одежду на органы дыхания. А это уже студия. Начало пожара. Это первый очаг возгорания. Нападавшие проникли туда извне, облили горючей смесью и подожгли. Для обороны от злоумышленников сотрудники использовали любые подручные материалы, средства. Это первый этаж, кабинет директора. Все так же сильная задымленность. Вот тут вы видите, как сотрудники студии пытаются своими силами организовать тушение первого очага возгорания. Изображение рядом. Это камера наблюдения возле центрального входа. Он все еще остается заблокированным. Вот это оператор телеканала Интер, Вадим Ревун, который пытался снимать. За ним гнались злоумышленники, но из-за дыма не обратили внимания, в каком кабинете он спрятался. Коридор первого этажа. Сотрудники отбиваются от нападавших огнетушителями. То есть реально в ход шло все, что было под рукой. Нападавшие активно используют газовые баллончики и огнетушители. Вот, как вы видите, сотрудник получил порцию газа из баллончика. Центральный вход все еще заблокирован. Вот сотрудники канала получили очередную порцию газа из баллончиков. Пытаются протереть глаза. Нападавшие рассредоточились по всему телеканалу. Это один из аварийных выходов. А это вестибюль, центральный холл. Вот здесь нападавшие собираются, поджигатели уже собираются вместе. Внизу кадра стойка охраны. Центральный вход. Вот эта камера снаружи. То есть группа прикрытия уже выстроилась. Вот сейчас вы видите, как выводят сотрудников студии из здания. Продолжается эвакуация. Вот их выталкивают. А в это время неизвестные обливают стойку охраны какой-то зажигательной жидкостью. Вы видите, голую в кадре. Группа отвлечения внимания уже подожгли шины. Они выстроились таким образом, обеспечивая отход группы поджигателей. Вот поджигатели собираются в холле. Активно используют огнетушители, газовые баллончики. Выводят сотрудников студии. А в это время на балконе четвертого этажа и на крыше десятки людей заблокированы, зажаты пламенем, задымленностью. И уже не могут выбраться из здания. Вот, как вы видите, поджигают стойку охраны. Мгновенно вспыхивает. То есть ее достаточно сильно залили горючей жидкостью. Задымленность сильнейшая. Горит стойка охраны. Вот в кадре появляется оператор Вадим Ревун. В руках у него камера, на которой он снимал все происходящее. Вот момент нападения на него. Сейчас Вадима бросят на землю и заберут камеру. А вот это центральный выход. И можно видеть, как группа прикрытия обеспечивает отступление, отход группы поджигателей. Также я предлагаю посмотреть на ситуацию глазами сотрудников новостей телеканала «Интер». Сейчас вы видите те кадры, которые сотрудники снимали на свои мобильные телефоны в разных частях здания. А вот и наша полиция охраняет нас. А вот и наша полиция охраняет нас. Они нормально расходятся. Ловите всех! Товарищ полицейский, где же ваши коллеги? Я на Лиза побежу, я тоже нахожусь с вами. Почему ваши коллеги? Мы за вами защищались, пока вас не было, блядь. И вы душителями. Спускайте, задержите уродов. Или вы стояли за углом, наблюдали? Вот три человека, который человек может убежать. Здесь только поджигалось все. Поводите, ребят, мне нужно выжить. Мне надо вниз, не б***ь, подочекайте. Слушайте, это ты нахуй. Слушайте, это ты нахуй. Слушайте, это ты нахуй. Слушайте, это ты нахуй. На третьем этаже, люди! На третьем этаже, люди! Расплатируйте боковые, выводите людей оттуда! Отходите оттуда. Наберете, я не слышу. На третьем этаже, люди! Отойдите, он на безопасное расстояние. Это нам для архива надо, понимаете? Мы же где работаем. А потом предъявлять будем этим пи***цам, которые там внизу палили. Блядь и б***цам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова «Рыго'tsеверство»